Валерий Шанцев Валерий Шанцев Теперь о неудачниках. На первом месте Александр Макеев, глава городской избирательной комиссии Нижнего Новгорода. Эксперты недовольны тем, как горосбирком подошел к нарезке округов. К этой теме мы вернемся во второй части программы. Второй Олег Андрашов. Предприятие, купившее акции ТКНН, расторгло договор купли-продажи, так как следственные мероприятия мешают деятельности предприятий и влияют на репутацию. На третьей строчке Анатолий Мигунов, экс-министр внутренней региональной и муниципальной политики региона, оставил свой пост. А теперь главная тема минувшей недели, это, конечно, так называемая нарезка избирательных округов. В первую очередь это связано с увеличением количества депутатов в городской думе нового созыва. И в целом новая схема устроила всех депутатов, правда вот у экспертов появились вопросы. Например, кто будет голосовать в садоводческих товариществах? Вы знаете, что такое дачная амнистия, да, слышали это словосочетание. Сегодня, как бы так сказать, в садоводческих товариществах у нас действительно прописаны и проживают люди. Поэтому, как бы так сказать, сегодня задача и городской думы, и избирательные комиссии, чтобы все избиратели, где бы они не были прописаны и где бы не проживали, имели возможность проголосовать. Другая сторона вопроса – срок, за который избирателям придется разобраться в списках новых кандидатов. Мария Попова, член городсбиркома, считает, что жители не успеют этого сделать, а потому их права могут быть нарушены. Чтобы вот это вот все перечитать и сориентироваться, за кого голосовать, это нужно, ну, как минимум месяц, да, чтобы ознакомиться с программой кандидатов, где что-то вот прочитать и сделать правильный выбор. На это другие эксперты отвечают, что по большому счету избирателям без разницы, на каком округе голосовать. Для них, в каком округе они окажутся, не имеет принципиального значения. Другое дело, когда у депутата доверительное отношение с своими избирателями, в подавляющем большинстве своем люди к городской думе относятся индифферентно. При создании новой схемы нарезки избирательных округов пользовались двумя принципами. Во-первых, округ не должен выходить за границы административного района, и, второе, должна сохраняться историческая преемственность для удобства жителей. Мы очень жестко ограничены в сроках принятия этого решения. Оно, по-моему, до 1 марта или до 4 марта должно быть принято. Вот, поэтому работа шла буквально с колес, на самом деле. Но, тем не менее, она завершилась. И для меня главное, что она завершилась все-таки при полном согласии всех парламентских партий, которые представлены в городской думе. А теперь особое мнение Андрея Вовка. За что же Анатолия Мигунова на самом деле отправили в отставку? Давайте послушаем. Еще прошлой осенью, когда Валерий Шанцев утверждал структуру нового правительства области, кандидатура Анатолия Мигунова вызывала большие сомнения. Но уволить его сразу после выборов губернатора означало признать, что эти выборы прошли не совсем гладко. Понятно, что за выборы в большей степени отвечал Сергей Потапов, но его кредит доверия слишком высок. Кто же станет новым министром внутренней политики, отвечающим за важнейшие выборы осенью уже этого года? Рассматриваются две кандидатуры из районов области. Это глава Сарова и глава городского округа Бор. Но напомним, что Анатолий Мигунов также пришел из области. Ранее он был мэром Арзамаса. Поэтому вряд ли Валерий Шанцев пойдет по тому же кадровому пути. Скорее всего, новым министром внутренней политики станет давний соратник Валерия Шанцева, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Сергей Рогожкин. Таким образом, в команде Шанцева появится еще один нижегородец, имеющий московский опыт работы. На этом все. Смотрите нас, комментируйте и ставьте лайки. Увидимся через неделю.